Более 20 лет карьеры в ММА. Более 50 боёв. Благодаря ему на поясе UFC есть белорусский флаг. 6 засрочных побед подряд в UFC. Настоящий ветеран смешанных единоборств. Это история Андрея Орловского по прозвищу Питбуль. Его детство прошло в Бобруйске. Отец был военным, а мать работала инженером. В детстве был крупным ребёнком, но не мог постоять за себя. Я был достаточно крупным мальчиком, но слабым, а точнее не готовым драться морально. Боялся прийти домой с фонарём, чтоб маму с бабушкой не расстраивать. Но когда все мои детские обиды начали выходить наружу, я начал драться со всеми. Первая серьёзная драка была в девятом классе, с моими одноклассниками-хулиганами. Дело было на карьере, я был уверен, что буду битой. Ещё таких же два хулигана и их бывшие друзья поддержали меня морально, и это придало мне сил и уверенности в себе. Я дрался с парнем, который был сильнее меня и более атлетически сложен, чем я. Но я разбил ему лицо в кровь. Не то, чтобы после этого я стал королем школы, но я понял, что наступил рубеж, когда пора проявлять своё я, заступаться за себя и не быть лентяем. 14 лет я мечтал выиграть конкурс «Мистер Олимпия». Все тогда в школу ходили с тетрадками и учебниками, а у меня на уме была лишь одна качалка. Мне бабушка готовила каши, курицу, мясо, потому что я где-то вычитал, что культуристы каждые два часа должны кушать. Тогда я стал немного оборзевшим. Если на уроки меня не выпускали, то я садился на заднюю парту и ел, самовольно уходил в буфет. На тот момент проблема веса была для меня очень серьёзной. Каждая тренировка начиналась с взвешивания. Дедушка тогда мне говорил, главное, чтобы в голове было что-то, а не мышцы качать. Но я его тогда не слушал. Тогда мне казалось, что я всё знаю, слушать чьи-то советы мне казалось глупым. На всё было своё мнение и своя точка зрения. С раннего детства Андрей попробовал себя в каратэ и лёгкой атлетике. Занимался футболом. После поступления в Академию МВД Андрей стал активно заниматься такими видами спорта, как дзюдо и самбо. Своё первое звание мастер спорта международного класса Республики Беларусь по самбо, среди юниоров спортсмен получил на мировом чемпионате в Санкт-Петербурге, где стал первым в категории свыше 100 кг. В Академии Орловский получил специальность юриста. Выбрал спортивную карьеру. Дебют в УМАИ прошёл 9 апреля 1999-го. Его первым оппонентом стал Вячеслав Дацик. Бой состоялся в Питере на турнире М1 в рамках гран-при. Это был четвертьфинал. Дрались в классическом восьмиугольнике. Что такое смешанное единоборство в России тогда не знал практически никто. Дацик бойся на оппонента сразу, как только раздался гонг, в прыжке. Орловский увернулся. Дацик прыгнул снова, даже сбил белоруса с ног, но упал сам, после чего оказался в неудобном положении. Орловский взял Дацик на гильотину. В такой позиции, причём в стойке, они находились где-то минуты полторы. Дацик ручил странные рожи, атаковал размашистыми ударами, но толком не попадал. У Орловского было полное преимущество. Казалось, что в октагоне находятся бойцы разного уровня. Комментаторы смеялись, насколько легко Орловский разбивал Дацик. Белорус был близок до срочной победы, когда обрушил на лежачего на полу Дацико серию ударов. Но добить крепкого рыжего тарзана не получилось. Через некоторое время Орловский зачем-то решил провести болевой на ногу. Попытка не удалась, хотя Дацик ничего противопоставить не мог. Вскоре Дацик исполнил необычный удар, ногой через себя, попав Андрею по лицу. В следующей атаке он выбросил джеб, а через несколько секунд мощнейшим правым боковым срубил Орловского. Чистый нокаут. В интервью Александру Лютикову бойцы рассказали более подробно об этом поединке. На бой с Орловским я вообще пошел смотреть турнир. Перепутал вход, блин, служебный и центральный. На центральном там что-то начали в ебу с охранниками, меня не пускали. Я как всегда в детстве хотел ушатать, блин. Ну и там как раз Коля Кузырьшов появился, что, блин, боец супер такой. Я говорю, а что такой? А у него как раз там пара полетела против Орловского, кто-то отказался биться. Соскочил с прожарки, что пойдешь с Орловским биться? Я еще знаю, кто такой Орловский, у меня вообще по барабану было. Я говорю, да конечно пойду. Вот примерно как-то так я оказался на этом турнире по боям без правил. Ну, в смысле, вы хотите сказать, что вы в день турнира еще не знали, что вы будете драться? Не готовились к нему? Я говорю, у меня договор обоя произошел в воротах Юбилейного, где я хотел ебнуть охранников, чтобы пройти, блин, смотреть бои. И кто такой Коля Кудряшова, я вообще не знал его в лицо. Я как бы шел к нему, но я его в лицо узнать не знал, мне там сказал Кайбышев, найдешь Коля Кудряшова, блин. Он тебя проведет на бои. А я служебный вход перепутал с центральной, просто с центральной через билеты. Да меня доебались охранники какие-то билеты спрашивают. Я говорю, что попутались? Я говорю, сейчас ебну вас всех, махуй. Там сразу куча охрана подтянулась, блин, на этот кипиш подошел и Коля Кудряшов. Он говорит, что боец супер? Я говорю, а что не похоже, блин? А ты что, ты боксер? Я говорю, да, типа. А что слабо на арене в Орловске? Я говорю, ты что попутался? Что слабо, блин? Какой слабой, я говорю, полетели в атаку. В принципе, до последней минуты вам приходилось очень тяжело в этом бою? Обычный разлепуха, обычный махач, чисто колхозный бокс. Голову засадил и все. Да, но Андрей, я вот с ним разговаривал в июле и как раз тоже просил его вспомнить тот бой. Я должен был драться с каким-то бразильцем, который там, не знаю, черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Он не получил визу или потерялся, мне дали датчик. Он все, думаю, он мой, то есть я вообще не напрягался даже, расслаблен был. Я его и бил, и душил. Он там синий, я помню, был, пересматривал. Да, он просто прыгнул, там, я не знаю, шаг с джебом делал, попал четко, ну и все, и свет погас. Он говорит, я его и там, и душил, и там, и бил, и все, что-то принял, и потом раз. А душить вообще без пункта. У нас в тэквондо, когда мы у Карася тренировались, ну это Александр Карасев, Александр Закатанский, мой первый тренер по тэквондо, у нас вообще был обряд посвящения как бы в группу, то есть человек заходит в новый, он быстро-быстро дышит, вот такое полуприседы делает, потом ему просто два человека канатом затягивают шею, и у нас задача, кто дольше продержится. Ровно через год, 9 апреля 2000 года, Андрей привел два панинка на турнире М1. За полторы минуты он сначала вздушил с помощью гильотины Майкла Тилройа, а затем победил с помощью технического нокаута русского молота Романа Зинцова и стал чемпионом турнира. 17 ноября 2000 года Андрей дебютировал в UFC. Менее чем за минуту он заставил сдаться от армбара Аарона Бринка. Затем последовало два поражения подряд нокаутом в третьем раунде. На UFC 32 Рико Родригес, а затем Педро Хиза на UFC 36. После этих поражений Андрей сделал работу над ошибками и набил великолепную серию и шести засрочных побед подряд. И как вишенка на торте пояс чемпиона UFC. Но давайте по порядку. В ноябре 2002 года он нокаутировал в первом раунде Яна Фримена. Всем так же в первом раунде улетел в нокаут Владимир Матюшенко. В апреле 2004 года он нокаутировал Уэсли Коррера во втором раунде. После этого поединка Андрей должен был драться за пояс, которым на тот момент владел Фрэнк Мир. Дата поединка была назначена. Белорус готовился к схватке всей своей жизни. Но его оппонент попадает в аварию. Сломав ногу, Фрэнк Мир надолго вышел из строя, оставив много вопросов насчет дальнейшего розыгрыша пояса. Но руководство UFC быстро нашли решение. 5 февраля 2005 года на UFC 51. Андрей Орловский и Тим Сильвия вышли биться за временный пояс чемпиона в тяжелом весе. Для победы Орловскому потребовалось всего 47 секунд. Он ударом правой руки отправил Сильвию в нокдаун. Затем провел болевой прием на ногу и стал временным чемпионом. Впоследствии этот болевой прием был номинирован сайтом Шердок за звание лучшего болевого приема года, а сам поединок на звание лучшего боя в UFC. Первый за счету временного титула Орловский привел на UFC 53 против одноклубника Сильвии, американца Джастина Элларса, который получил право на этот бой весьма неожиданно, так как за два месяца до этого поинка был нокаутирован Полом Буантелло. Андрей полностью доминировал в клетке, как позже выяснилось, сломал противнику нос и обе руки. Поединок был остановлен в начале пятой минуты первого раунда. После этого боя стал вопрос о поинке за звание бесспорного чемпиона между Орловским и Миром. Однако Фрэнк полностью еще не восстановился после аварии и не был готов к выступлениям. Поэтому в августе 2005 он был лишен титула, который перешел к Орловскому. А на октябрь того же года новоиспеченному чемпиону была назначена первая защита против Пола Буантелло. Соперники встретились на UFC 55, в одном из самых скоротечных титульных боев в истории UFC, в котором Американец был нокаутирован всего за 15 секунд. Между тем, Тим Сильвия сумел зновь получить статус претендента на титул, одержав три победы. Матч-реванш с Орловским был назначен на апрель 2006 в качестве главного боя UFC 59. Поединок запомнился драматической развязкой. В середине первого раунда Андрею, как и в первом бою, удалось опрокинуть Сильвию на настил ударом правой руки. Однако Американец сумел избежать поражения от добивания и поднялся в стойку. Вскоре Американец сам отправил оппонента в нокдаун и провел серию добивающих ударов, которые вынудил рефери остановить поединок. Орловский сразу же получил возможность взять реванш. Третий бой Сильвии был назначен на июльский UFC 61. Поединок продолжился все пять раундов и закончился победой Сильвии единогласным решением судей. В конце декабря 2006 года Орловскому противостоял титулованный бразильский борец Марсио Круз, в активе которого имелось многократное чемпионство на турнирах по бразильскому джиу-джитсу, а также сенсационная победа над Фрэнком Миром в апреле. Круз с самого начала боя попытался перейти Андрюху в партер, и после продолжительной борьбы у сетки попытался выполнить болевой прием на ногу. Орловский внес ему удар свободной ногой, и поединок был остановлен рефери, вынесшим Андрею предупреждение. Круз не стал строить из себя Алджемейна Стерлинга и сказал рефери, что никаких последствий для него этот удар не имел. Однако несколькими мгновениями спустя, после того как бой был продолжен, Орловский отправил Круза в нокдаун, и вскоре рефери остановил поединок. В апреле следующего года Орловский встретился с Фабриси Овердумом в рамках UFC 70. Бой разочаровал многих зрителей. В процессе течения трех раундов вели поединок достаточно пассивно, из-за чего зрители поднимали недовольный гул. Орловский, зная о способностях Фердума бороться в партере, старался оставаться в стойке. При этом ему пришлось работать первым номером, а не использовать контрудары, в которых он был так хорош. В то же время Фабрисио, опасаясь ударов Андрюхи, в открытую залу повалялся на конвасе. В итоге победа ненагласным решением была присуждена Орловскому. Следующего поединка Орловскому пришло ждать 10 месяцев. Он нужен был стать последним, согласно его текущего контракта. А подписание нового затягивалось из-за несогласия сторон. В течение этого времени Андрей активно вошел в мир шоу-бизнеса. Он начал встречаться с моделью журнала Playboy, Патрицией Микулой. Участвовал в советских мероприятиях, появился на ток-шоу Джерри Спрингера. В конце концов соперник был определен. Устал непобежденный на этот момент американец Джейк О'Брайан. А сам бой был весьма неожиданно перемещен в андеркарту UFC 82. Орловский владел в течение поединка преимуществом и завершил его засрочно во втором раунде. В 2008 году Орловский подписал контракт с организацией Affliction. И в первом бою, состоявшемся 19 июля, встретился с Беном Ротвеллом. До этого поединка Ротвелл имел серию из 13 побед подряд. И ходил в десятку лучших тяжеловесов планеты. Андрюху разбирал стойки Америкоса, как хороший автомеханик разбирает карбюратор. Ротвелл пытался страстись в борьбе. Сустья минуту третьего раунда, Орловский отправил Ротвела в нокаут. Тем самым прервав его почти трехлетнюю победную серию. За моей грубостью и брутальностью скрывается добрый сентиментальный человек, а местами даже ранимый. Но не всякий это воспринимает и видит. Раньше я был очень суеверным, сейчас я не обращаю на это внимания. Но к знакам присматриваюсь. Еще в 2000 году у меня была фигурка, мой талисман. Перед первым боем на UFC я случайно ее потерял, когда пришел на трибуны подышать атмосферой. У меня прямо паника началась, я сказал менеджеру, что если ее не найдут, я не буду драться. Секьюрити с фонариками искали ее и нашли. Тогда я еще читал гороскопы и верил в них. В годы моей популярности много совершал поступков, о которых жалею. Алкоголь, был грязные танцы, но наркотиков не было. Я даже в русскую рулетку играл на спор. И сейчас понимаю, что это все неправильно. Играл в казино, проигрывал, а потом дрался, чтобы рассчитаться. Но потом понял, что зарабатывается энная сумма неделями тренировок, а проигрывается и тратится за минуты. Следующим поединком для Роско должен был стать бой с Джошем Барнеттом в октябре. Однако он был отложен, и Affliction разрешили Андрею выступать на турнире под эгидой Элит. Соперником Андрея стал Рой Нельсон. В начале поединка Нельсон удалось перевести соперника в партер, где он несколько раз попытался провести болевой прием. В конце концов рефери Хорхе Артист посчитал, что активных действий бойцы не проводят, и поднял их стойку. Нельсон, войдя в клинч, прижал Орловского к сетке, однако дальнейшего развития его действия не получили, в связи с чем Артист вновь и развел бойцов. Концовка первого раунда прошла в обмене бойцами ударами. Первый раунд начался с того, что Нельсону вновь удалось прижать Орловского к сетке. Однако Андрюха сумел отбросить его назад и принялся носить удары руками, ногами и коленями по уставшему противнику. В итоге Андрей удалось отправить деревенщину в нокаут точным правым прямым. Андрей Орловский стал первым человеком в ММА, кто нокаутировал непробиваемого Роя Нельсона. В следующий раз нокаутом Нельсон проиграет только в сентябре 2014, спустя 6 лет встретившись с апперкотом Марка Ханта. Вы первым в ММА нокаутировали одного из самых непробиваемых подбородков в истории спорта, Роя Нельсона. После вас он в UFC 13 боев подряд не проигрывал нокаутом. Ни Дос Сантосу, ни Миочичу, ни Кормья, ни Авериму. Никто не смог его вырубить, а вы смогли. Да я чуть не бленнул, когда он меня накрыл своей вонючей подмышкой. Это мне где-то сил придало, чтобы выкрутиться. Я его боковым потом, да, было дело. А подбородки, слушайте, это такая ерунда. Господи, нос можно сломать, если правильно попадешь челбаном. Попал, значит повезло. А может и не повезло, целился. 24 января 2009 пошел самый громкий бой в карьере Андрея Орловского против Федора Емельяненко. Орловский готовился к поединку под руководством известного тренера по боксу Фредди Роуча, который сильно критиковал ударную технику Федора и отсутствие нокаутирующего удара. Начало боя оставалось за Орловским. Он раз за разом наносил Емельяненко безответные удары. Казалось бы, Андрей вот-вот совершит самый большой апсет в истории ММА. Нет. И когда Андрею удалось дважды пробить двойку, зажать Федора в углу, Андрей попытался провести удар коленом в прыжке. Это была его главная ошибка в жизни. Федя контратаковал, встречным ударом попал Андрею точно в стекляшку, отправив его в тяжелейший нокаут. Признанный позже лучшим нокаутом 2009-го. Самое удивительное так это то, что Федор за победу получил 300 тысяч долларов. А Орловский полтора миллиона долларов. Я бил всех тяжей по боксу, которые были у Роуча. С опущенными руками с ними играл. С Емельяненко посмотрите, я ему 4 минуты делал больно. И с ним я решил, что все умею. Я думал, что я гений. А получилось, что прыгнул и свет погас. Я был самоуверенным. Считал бабки за бой, смотрел за Емельяненко. Помню, я прыгнул, не закрылся. А Федор из жопы на аутмаш попал мне через руку. Федор не составлял мне конкуренции тогда. Но я проиграл. Ну и все, он думал, что он тей боксер. Фигля, пошел с Федей, ну и давай там. С колен выпрыгивай, только руки-то раскинул, как всегда. Это ж не тайская тема. Надо было ходить, заниматься тайским боксом дальше. Федя бы отпиздил легко. Он, в принципе, его и забивал легко. Просто в очередной момент, блядь, уже решил, что он его добил. Решил грохнуть с колена красиво, как тей боксер. А выпрыгивай с кулиц раскрытым ебалом. Ну, Федя воспользовался своим шансом. Хлопнул его в бороду. После боя с Емельяненко у Росского оставался еще один поединок по контракту с Affliction. Однако организация стала испытывать финансовые затруднения, которые не позволяли ей организовать свой турнир. Поэтому она выступила спонсором боя Андрея против американца Бретта Роджерса на турнире Strikeforce, состоявшемся в начале июня 2009-го. При этом Орловский выступил с заменой Алистару Увериму, который изначально предполагался соперником Роджерсу, но проведил руку и не смог принять участие в турнире. Роджерс за поединка с Орловским все свои победы одержал нокаутом в первом раунде. И поединок с Питбуллем не стал исключением. Бой закончился очень быстро. Роджерс сумел стартовым натиском ошеломить Орловского, прижать его к сетке и обрушить на него множество ударов, вынудив рефери остановить поединок через 22 секунды после начала и зафиксировать победу Роджерса техническим нокаутом. Следствием этого поражения для Андрея станет запрет на проведение боев в течение 60 дней после боя, что вынудило его отложить намеченный под конец июля дебют в профессиональном боксе. Я мог стать первым миксфайтером еще до Макгрегора, который бы провел бой с боксером. В 2009 году мне предлагали бой с Оскаром Далахой в Вегасе. Это было реальное и официальное предложение. Я тогда работал с Рэдди Раучем, через него люди Далахой вышли на меня, но в итоге все сорвалось из-за моей дурости. Потерялся, я не был нанимать переводчика и юристов для переговоров. Все, оттягивал, и в итоге они просто махнули рукой. Потом через пару лет был шанс сделать бой по правилам бокса с Александром Емельяненко, но соскочил уже с боя тогда он. «Я был готов драться, но Саня перестал выходить на связь». В начале 2010-го было объявлено подписание Орловским нового контракта со Strikeforce. Его следующим оппонентом стал бразилиц Антонио Бигфут Сильва. Бой продлился все отведенное время и завершился победой Сильвы единогласным решением судей. В январе 2011 года был анонсирован крупный турнир «Восьмерка» – Гран-при в тяжелом весе. Соперником Орловского в четвертьфинале, назначенном на 12 февраля, стал Сергей Харитонов. Бой начался с обоюдного обмена ударами, причем Орловский действовал первым номером, в то время как Харитонов ограничился одиночными ударами и работой в клинче. В конце концов Сергей удалось оттеснить Андрея к сетке и нанести серию точных ударов, завершив ее правым боковым, отправившим Орловского на стил ринга. Харитонов принялся добивать упавшего противника и сумел нокаутировать его левым хуком. Для Орловского это поражение стало четвертым подряд, причем три из них были сопряжены с глубоким нокаутом. В связи с этим появились разговоры о том, что Андрею следует завершить карьеру. В марте 2011 года стало известно, что компания Зуфа, владелец UFC, приобрела Strikeforce. Было объявлено, что согласно планам нового руководства, дивизион тяжеловесов будет распущен, а некоторые бойцы подписаны в UFC. Однако Орловский не вернулся под эгиду крупнейшего промоушена, а стал выступать в других промоушенах. Летом 2011 организация Pro Elite объявила о намерении начать организовывать турниры по смешанным единоборствам. Орловский подписал с ней контракт и 27 августа провел бой с Рэем Лопесом, одержав победу с техническим нокаутом в третьем раунде, которое стало для него первым с 2008 года. 5 ноября Орловский провел бой с Трэвисом Фултоном и завершил его на последних секундах третьего раунда, нокаутировав противника ударом ноги в голову. В июле 2012 Андрей подписал контракт с сингапурским промоушеном One Fighting Championship. В дебютном поединке он вышел на четвертый бой с Тимом Сильвией. В первом раунде некоторым преимуществом возил Тим Сильвия, который много прессинговал и пару раз мог прижать Орловского к сетке, в конце раунда Сильвия удалось нанести серию ударов в голову белоруса, который, однако, устоял. Во втором раунде заметно уставший американец снова попытался навязать свою игру, но Орловский, не потерявший скорость и ближе к концу пяти минутки, переломил ход боя. Из серии точных ударов руками опрокинул соперника на настил. После этого Андрей нанес так два называемых футбольных удара ногой. И рефери Юдзи Симада приостановил бой и показал Орловскому желтую карточку. Удары ногой в голову соперника, находящегося в партере, согласно правилам OneFC, дозволялись только после разрешения сигнала рефери. Такого сигнала Симада не подавал, следовательно, наносить удары было нельзя. Сильвию было дано пять минут на восстановление, по стечению которых он заявил, что у него двоится в глазах. После судейского совещания бой был признан несостоявшимся. Примечательно, что во многом именно из результата этого поединка, вызвавших много споров, в правилах OneFC были внесены изменения, разрешающие использовать футбольные удары без команды судьи. В начале ноября 2012-го Орловский дебютировал под эгидой WSO. Его оппонентом стал Дэвин Коул. Андрюха в середине первого раунда опрокинул Коула точным правым хуком, одержав очередную досрочную победу нокаутом. Следующим промоушеном, с которым заключил контракт Андрей, стала российская компания Fight Nights, предложившая ему в качестве оппонента американского тяжеловеса Майкла Хейза. Несмотря на то, что соперник Орловского не имел посланного в списке громких побед и не обладал невыдающимися физическими данными, невеликолепной техникой, он являлся неуступчивым по характеру бойцом, привыкшим идти до конца. Все свои поражения на тот момент Хейз потерпел судейским решением. Орловский, будучи безусловным фаворитом, одержал победу единогласным решением судей. Беспроигрышная серия Орловского была прервана в следующем бою, который стал главным событием WSO в 2, проходившим в Атлантик-Сити. Соперником Андрея стал Энтони Рамбл Джонсон, для которого это был дебют в тяжелом весе. Под занавес первого раунда Джонсон отправил Орловского в нокдаун и едва не завершил бой добиванием, от которого белоруса спас гонг. В дальнейшем выяснилось, что имела место ошибка судьи, отвечающего за отчет времени. В действительности нокдаун случился по стечению отведенных на раунд 5 минут. Получивший перелом челюсти Орловской продолжил бой и даже сумел взять по очкам один раунд, но в итоге уступил единогласным решениям судей. После этого поединка Андрея вставили титановую челюсть, которую для него изготовили специально донтисты. Во втором раунде, как только он начался, я понимаю, что замкнуть челюсть не могу. Капа на верхних зубах сидит, давлю, а зубы не смыкаются. Плюс каждый удар в грудь, плечи, голову, как будто током бьет. А все случилось это из-за того, что рефери уснул на часах. Как результат, два перелома челюсти. В аэропорту на следующий день останавливали люди, но, видев мое лицо, говорили «О, ничего не надо, хорошего дня». После перелома я думал, что все в общем-то хорошо, кроме того, что я не мог закрыть рот. Я думал, что нужно попасть по Джонсону хорошим ударом, чтобы нокаутировать его, но этого не случилось. Блин, люди не понимают, насколько крут Андрей Орловский. Я помню наш бой так, как будто это было вчера. Он дрался со мной 10 минут со сломанной челюстью. Я все равно не смог его нокаутировать. Я не смог его нокаутировать. Я выходил на удар, раздергивал его, достал жесткими панчами, но он все выдерживал. Поверьте, я рвал задницу, чтобы закончить бой досрочно. В итоге я сам заканчивал поединок со сломанной правой рукой. Следующий поединок белорус провел спустя полгода, 14 сентября на WSO в 5. Главным боем вечера было запланировано противостояние Энтони Джонсона и Майкла Кайла. Однако Рамбл получил травму незадолго до назначенной даты, и на замену ему вышел Орловский. Бой продлился все три раунда и пришел преимущественно в стойке. Кайл, имевший репутацию нокаутера, дважды отправил Андрея в нокдаун в первом и третьем раунде. В целом, поединок был весьма равным, но единогласным решением студии Питбуль вырвал победу. Через два месяца Орловский провел свой первый поединок на родине. Он стал участником главного боя турнира Fight Nights в Минске, а его оппонентом был выбран представляющий Германию Андреас Краниатакес. В середине второго раунда Андрей отправил соперника в нокдаун и успешно его добил. В апреле 2014-го было неожиданно для многих объявлено, что WSO согласилась расторгнуть контракт с Орловским, кто затем подписал соглашение с UFC. Комментируя это, Дана Вайт заметил, что Андрей был настойчив в желании вернуться в промоушен, и это была его инициатива. Первым соперником Орловского стал Брэндон Шау. Незрелищный и вялый текучий бой дошел до решения судей, которые раздельным решением присудили победу Андрею Орловскому. После боя Шау заявил, что его обокрали. А Дана Вайт подытожил, что главными потерпевшими стали зрители. 13 сентября 2014-го провел второй поединок против Антонио Бигфута Сильве. Поединок начался для Андрея хорошо, он был быстрее, своего оппонента чаще выбрасывал комбинации. Сильве уже предпочитал выжидать и надеялся поймать белорусского спортсмена одиночным ударом. Все завершилось спустя 2 минуты первого раунда. В одном из эпизодов Андрей провел отличную комбинацию из трех ударов, которые потрясла Сильву. Далее оппоненту белорусу не оставалось ничего другого, кроме как завершить начатое. Орловский нанес несколько сильнейших хаммерфистов, после которых Антонио Сильве осталось лежать на конвасе без сознания. 23 мая 2015-го Андрей Орловский провел поединок со своим товарищем и одноклубником Тревисом Брауном. Я вместе с этим парнем проливал пот, кровь и слезы. Когда он дрался против Энтони Джонсона, я между раундами подобрал с конваса его зуб. У парня была сломана челюсть, понимаете о чем я? Я реально был в его углу и болел за него. Когда ты настолько с кем-то близок, часть этого человека остается с тобой. Он настоящий воин. Он воин до мозга костей, парни. Вы бы видели его челюсть в этом бою. Она была смещена и упиралась в стенку его горла. И он 2 раунда так отбился. И выиграл последний раунд. Блин, мать твою, этот парень воин. Я потом ему сказал, отныне ты мой герой. Мой хренов герой, блин. Будь ты моим другом или врагом, я буду делать свою работу. Мы говорили об этом с Андреем, когда он жил у меня дома. Перед тем, как он подписал контракт с UFC, я сказал ему, мы можем заработать денег на том, что мы делаем ежедневно в зале. Ты в курсе? Он тогда ответил мне, да, но только если за титул или за серьезные деньги. Я сказал ему, на самом деле для меня это не важно. Мы бьем друг друга по лицу и без этого. Так что давай выйдем туда и покажем людям шоу. Мне не нравилась идея этого поединка. Я не хочу драться с ним, но что есть, то есть. Если я хочу продвинуться дальше, я должен подраться с Трэвисом Брауном. Мы были товарищами по команде очень долгое время. Где-то глубоко внутри я чувствую, что мне не хочется этого боя. Он оставил Альбукерки и тренируется в Калифорнии. Забавно, ведь он позволял мне жить в его доме, когда я готовился к бою с Бигфутом. Потом он позвонил и сказал, да, я съезжаю. Тебе бы лучше собрать свои вещички. Так что я попросил еще одного друга с Альбукерки насчет того, чтобы пожить у него. Мы с Брауном не разговаривали насчет нашего боя. Просто как-то созвонились, обменялись парой смсок, вот и все. Да, он очень жесткий боец, он очень опасен определенное. Но это бизнес, понимаете, ничего личного. Рекорд Трэвиса Брауна был 17-2. И поражения были только самым серьезным топом. Вирдуму и Бигфуту. Он с легкостью сносил почти всех своих соперников. Показывает личную технику и скорость. Многие называли его Домиником Крузом тяжелого веса. Ведь он много двигался и бил из нестандартных углов. Но реальность полна разочарований. Андрей повалил его и попал по нему с правой руки. Весь зал и Джо Роган с Голдбергом просто взорвались в этот момент. С этого момента началось настоящее избиение Брауна. Но он не сдавался и отвечал о всех разменах. Лишь его трясущиеся ноги выдавали то, насколько ему тяжело в этом бою. В одном из таких разменов Трэвис улетел на канвас. Он сумел подняться, Андрей начал добивать его возле сетки. Но в размене вдруг попадает Браун, и на этот раз упал уже Орловский. Трэвис бросился добивать своего соперника. Тем не менее, Андрей сумел восстановиться и продолжил атаковать соперника, нокаутировав того серии ударов руками. В конечном итоге Андрей Орловский устроил один из лучших однораундовых боев в истории тяжелого веса. Но это невероятное выступление от Андрея стало фатальным для его соперника. После этого Трэвис Браун никогда не был прежним. От былой техники и скорости не осталось и следа. Он начал проигрывать всем подряд. За следующие пару лет он убил целых 4 поражения подряд. А то, что с ним сделал Алексей Лельник, вовсе заставило бойца завершить карьеру. Последний момент, когда Трэвис блистал, был бой с Орловским. И свою душу он оставил именно в этом поединке. 5 сентября 2015-го Орловский единогласным решением победил Фрэнка Мира. После удачного возвращения в UFC Андрея Орловского начала затяжная черная полоса из 5 поражений, которая едва не стоила ему контракта с промоушеном. 2 января 2016-го он проиграл будущему чемпиону Степе Миочичу. Миочич не пропустил ничего серьезного. И уже в начале первой минуты всталил короткий правый прямой в голову Орловского, отправив его на настил. 8 мая 2016-го Андрей привел поединок с Алистаром Уверимом. Пикантность данного боя заключалась в том, что оба тяжеловеса тренировались в зале Дженсон Винг и были одноклубниками. Это очень простая и типичная для спорта история. Лоренцо Фертитто прислал мне сообщение. Мы хотим, чтобы ты возглавил первый в истории турнир UFC в Ниндерландах. С кем ты хочешь вообще драться? Ну вообще, у нас есть только для тебя Андрей Орловский и Кейн Веласкес. Но Веласкес по всей видимости травмирован, так что могу предложить только Орловского. Я ответил, окей, он подойдет. Андрей мой одноклубник, но мы не друзья, мы не тусуемся и почти не тренируемся вместе. Так что ожидайте отбоя ферверков. И мы ударили по рукам. Оверин позвонил Джо Сильвию и умолял его провести бой против меня в его родной стране. UFC позвонили мне и сказали, что Оверин хочет бой против меня на турнире в Роттердаме. Я сказал, да без проблем. Оверин на моем ебаном пути, я сделаю все, чтобы размазать его. Точка. Первый раунд боя не был насыщен действиями. Оверин просто набирал очки ударами, а также сумел провести тейкдаун ближе к концу раунда. Орловский же провел раунд достаточно пассивно, лишь в начале боя отметившись затяжной серией ударов руками, пришедшей большей частью блок соперника. Во втором раунде бойцы более активно пошли вперед. В одном из эпизодов Алистер провел удар ногой, который пришелся точно в челюсть Андрею. Сразу же вслед за ударом ногой Оверин нанес левый боковой удар рукой, после которого Орловский оказался на полу. Алистер бросился добивать соперника в партере, и спустя несколько секунд рефери остановил поединок. 3 сентября 2016-го Орловский провел бой против Джоша Барнета. Начало боя велось очень насыщенным. Бойцы сразу стали обмениваться тяжелыми ударами. При этом оба бойца выглядели довольно потрясенными от пропущенных ударов. В дальнейшем бойцы сбавили обороты, но раунд остался за Андреем, который был явно лучше в стойке. Второй раунд также начался с преимущества Андрея. На середине раунда Барнетт удачно контратаковал после броска Орловского. При этом Джош занял позицию сверху в маунте. До конца раунда Барнетт атаковал соперника ударами в партере и был близок, чтобы нокаутировать Орловского. В третьем раунде Джош перерол Андрея в партер с достаточно необычным приемом. Снова занял позицию в маунте, после чего Орловский, уходя от ударов, отдал спину. Барнетт завершил поединок удушающим приемом сзади. После трех поражений подряд, чем руководство UFC могло порадовать Андрюху? Конечно же, подарочкам оппонента в лице Фрэнсис Ангану. Уже на второй минуте боя Орловский пропустил мощнейший апперкот, и последствия был добит камерунской машиной для убийства. В июне 2017 Андрей привел поединок против Марчина Тебуры. В первом раунде Орловский пережил сильное избиение в партере, но сумел вырвать концовку благодаря удачной серии из нескольких ударов. Во втором раунде было видно, что Тебура заметно устал, и преимущество было уже на стороне Андрея за счет атак в стойке. В третьем раунде Тебуре снова удался тейкдаун, и большую часть раунда ему удалось удержать Андрея в партере и атаковать ударами сверху. После финального гонга все судьи отдали победу Тебуре. 11 ноября 2017 карьера Орловского в UFC могла завершиться. Пять поражений подряд не просто говорили сами за себя, они кричали во весь голос. Соперником для последнего шанса стал парень в подгузниках, который провел только один бой в UFC – Джуниор Альбини. Бой Орловского против Альбини продолжился все три раунда. Бойцы работали только стойки. Орловский сумел удержаться от того, чтобы ввязаться в рубку, был хладнокровен и по крупинкам выиграл эпизод за эпизодом, хотя при этом бой был достаточно равным и упорным. В итоге Орловский победил единогласным решением судей. На UFC 222 3 марта 2018 Орловский победил единогласным решением Стефана Штруэ. На протяжении большей части боя Андрей был активнее и точнее в стойке, а также провел несколько успешных тейкдаунов. В июне 2018 на турнире UFC 225 ему противостоял молодой нокаутер – Тайту Иваса, который все поединки до UFC и два поединка промоушене завершил нокаутом. Андрей Орловский – это легенда, он дерется уже вечность, но, как и с любым в нашем мире, старое уходит, а молодое приходит. Настало мое время, и во время у него было, Орловский был чемпионом. Здорово драться с таким соперником, но сейчас он на спаде. Со всем уважением, но я постараюсь смести его с дороги. Первые минуты боя проходили осторожно, но в середине раунда Ту Иваса стал относить больше ударов, навязывая рубку противнику. Во втором раунде уже Андрей перехватил инициативу, удачно действуя с дистанции и уходя от атак соперника за счет передвижений. Третий раунд проходил его бою до острой борьбы с удачными моментами у обоих бойцов. Однако Ту Иваса большей частью был агрессором в раунде и сумел слегка потрясти Орловского ударами у сетки. Бой дошел до финального гонга, и все трое судья дали победу Ту Ивасе. На первом турнире UFC в Москве 15 сентября 2018-го Орловский провел бой с Шамилем Абдурахимовым. Стоит отметить, что за несколько дней до боя Орловский гостил в студии Матч ТВ, но покинул программу в прямом эфире. Не увольняет Орловского, продолжает верить в него. Я вам так скажу, последние бои Андрея, когда он выходил в клетку со спортсменами на 10-12 лет, младше себя, и бросалось... Скажите, что в прямом эфире показывается? Да, да. Знаете, давайте закончим интервью, потому что такое впечатление, что вы качаете просто российских бойцов, и в какой-то момент, ну, это... Давайте я закончу. У нас есть... Не, не надо. Давайте, вы россиянин, качайте, давайте их качать дальше, я закончу. Спасибо. По истечению всех трех раундов, судья дали победу Абдурахимову. Многие заметили, что в последние десятки лет Орловский появляется на публике с деформированным носом. Многие считают, что это связано с профессией Андрея. В общем, все гораздо прозаичней. Нос я, во-первых, ни разу меня в боях не сломали. Меня сломали его первый раз в ресторане, потому что я сделал замечание. В моем родном городе Бабгуйске я с товарищем со своим борцом. Мы пошли, там какая-то дискотека была, и там кучка борцов сидела местных. И что-то начали перед столом, там, подхваты, зацепы, броски показывать. Я сделал замечание, раз, два. Словесная перепалка. Я говорю, да пошел ты. Ну, он пошел буквально на 5-10 секунд. И со спины мне дал ногой, а потом все. Они уже готовы были драться, потому что смотрю, там мы уже милиционеры, и то, и все, там ксивами тыкали. А я товарищу, так за руку Андрюху не надо. Так нос аккуратно вставил. Потом сижу и думаю, слава богу, что он ударил там ногой, там ни вилкой, ни ножом. Бабгуйск, что там ожидать. В конце декабря 2018 в раздельном решении Марловский проиграл Уолту Харресу. Но результат этого боя был изменен на несостоявшийся. Перед боем с Андреем Харрес прошел тест на допинг, который дал положительный результат. В апреле 2019 Арловский проиграл пейдинг с проспектом из Бразилии, Августа Сакая. В первых двух раундах Арловский лучше двигался на ногах, чем его противник. Он умело использовал пространство октагона для того, чтобы уходить от атак Сакая. Арловский умело контролировал дистанцию с помощью джеба и пробивал более точной комбинацией ударов, изредка добавляя кики по разным этажам. В итоге довольно неоднозначную победу праздновал Августа Сакая. В июле 2019 Андрей привел второй пейдинг с Беном Ротвеллом. Напомню, что в первом бою более 10 лет назад Арловский нокаутировал Ротвелла в третьем раунде. В этот раз бой закончиться срочно не удалось, он ушел до решения судей. Единогласным решением победу одержал Андрей Арловский. 2 ноября 2019 на турнире UC244 оппонентом белоруса стал Жаурзинь Розенстрайк. Бывший чемпион мира по кикбоксингу, нокаутер и не имеющий поражений в ММА. Думаю, результат боя уже был понятен многим заранее. Бой продлился меньше полминуты. Розенстрайк быстренько отправил ветерана в нокаут. С 2020 года Андрей Арловский провел на данный момент 5 поединков. 4 выиграл одиногласным решением судей и в феврале 2021 проиграл удушающим Тому Аспинеллу. То есть давайте подытожим. Его рекорд на конец 2021 4-1, что довольно-таки неплохо для 42-летнего ветерана. Меня зовут Андрей Арловский. Я из Минска, Беларусь. Продолжение следует...